Прогуливаясь по клетке из стороны в сторону, амурский тигр-кактус будто чувствует сегодня праздник в его честь. Чтобы поздравить с днем рождения полосатого именинника, ученики самарских школ с помощью специалистов по аквагриму на несколько часов превращаются в тигрят. В этот день кактусу исполняется 9 лет. По человеческим меркам он в самом расцвете сил. В качестве подарка мясной торт с девятью свечками. С днем рождения! С днем рождения! В самарский зоопарк амурский тигр попал в возрасте 5 месяцев и сразу начал показывать дерзкий характер, за что и получил свою кличку. Кактус-зверь своенравный, даже в неволе любит охотиться, ловит случайно залетевших в пледку птиц. Здоровье тигра в норме, весит он 250 килограммов. В природе эти животные достигают и более крупных размеров. В природе они днем в основном отдыхают, а ночью охотятся. Они живут вдоль рек в основном, чтобы там и попить, и рыбу они, кстати, тоже кушают, и питаются они крупными копытными. Амурских тигров более 20 лет назад занесли в Красную книгу. Сегодня это один из самых малочисленных подвидов диких кошек. Всего чуть более 500 особей. И почти все они живут на территории России. Внести свой вклад в увеличение численности сможет и кактус. Сейчас сотрудники зоопарка подбирают кактусу невесту. Сделать это непросто. Тигр участвует в программе сохранения вида. И прежде чем найти ему подругу, нужно сделать анализ крови. Звери не должны быть близкими родственниками. Когда сюда привезут тигрицу, а сделать это планируют в ближайшие два года, тиграм расширят вольеры, чтобы они здесь смогли растить потомство. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.